Очень короткое слово, поверьте, чудеса Божьи и демонические, как отличить? Вот такая тема. Господь Всемогущий, спасибо Тебе, что являюсь чудеса. Спасибо Тебе, что Ты не перестал это делать, и Сатана не перестал со своими слугами тоже обольщать. Поэтому научи нас, сделай нас чуткими, видимыми, слышимыми, чтобы мы не перепутали, где Твое, где чужое. Помоги нам и благодарим Тебя во имя Иисуса. Хорошо, цель, почему я это говорю, потому что скоро многих из вас произойдут чудеса. Мы будем преображаться Словом Божьим, и чудеса будут увеличиваться. Вот потому мы должны быть очень аккуратны и разбираться, где и что. Итак, будьте бдительны, за каким учителем и учением вы следуете. Я еще раз это повторю, особенно сейчас, во время, которое мы живем, будьте бдительны, за каким учителем или учением вы следуете. Потому что сейчас, в последние времена, в погоне за сверхъестественным, за исцелениями, за чудесами, к сожалению, даже нормальные, здравые люди уходят с пути истины и следуют за духами обольщения. Следуют за ложью и начинают учить неверным вещам. И вы скажете, ну, а вам такое дело, ну, вы-то себе учите, там, нормально, учите. Знаете, я, как пастор, я переживаю за людей. Я недавно разговаривал с одним пророком, и он делился со мной болью. Он живет в другой стране, и он делился со мной болью в том, что он видел, как многие люди оставляют путь истины и следуют за ложными, за подделкой, за ложными учениями, и людьми, которые обольстились и учат христиан нехристианским путям достижения чудес. И мы, взрослые люди, которые в Господе давно знаем, что это переведет к краху людей в будущем. То есть вначале это все интересно, вначале тебе хочется чудес, даже не божьими путями, а потом это закончится, мы знаем, чем. Сатана, если он что-то делает, если духи что-то делают, это никогда не останется без плода в жизни человека. Всегда будет плод. Так что разрушения будут, проблемы будут и у учителей таких, и у тех, кто это делает. Поэтому я хотел бы вас предостричь и быстро по пунктам подсказать, как распознать. Имейте в виду, что исцеление, чудеса и вообще такое все чудесное может являться даже через неправедных людей. Это не фактор, что вы, о, мне так нравится этот человек, через него происходят чудеса, потому я в него учусь. То есть вообще это не фактор. Я вам сейчас докажу по описанию, покажу вам категорию людей, через которых совершаются чудеса. И будьте аккуратны. Буквально два дня назад я беседовал с человеком, который мне сказал примерно вот что. Пастор, мне нравится какой-то человек, специально говорю, какой-то. Нравится этот человек. Там исцеление происходит у чудеса. Но этот человек учит каким-то демоническим вещам. Что вы мне посоветуете? То есть смотрите, человек, который зрелый в Господе, он уже получается наполовину впоймался на том, что уже чудеса привлекают, но сердце, глаза, уши и знания подсказывают, что-то там не то. Там какие-то вещи вообще не христианские. И человек спрашивает ваше мнение. Возможно, я отвечаю сейчас вам. Итак, первое. Например, чудеса могут происходить... По чудеса я буду подразумевать все. И исцеление, и пророчество, и чудеса. Хорошо? То есть такие чудесные вещи. Первое. Чудеса могут происходить через безбожников. Эти чудеса могут быть впечатляющими. Через безбожников, которые вообще далеки от Бога. Деяние 8.9. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волховал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за какого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря, сей есть великая сила Божья. Хочу акцентировать. Люди думали, что через него Бог действует. Великая сила Божья. То есть это был безбожник, это был Волх. Но он их так обманывал чудесами, что от мала до велика весь самарийский город внимал этому человеку, видя, какие чудеса были. И думали, что это Бог. Пожалуйста. И внимали ему, потому что, то есть потому что, причина. Немалое время, это не было короткое, немалое время изумлял их волхованиями. Так что, если через какого-то человека исцеляются люди, происходят чудеса, но он открыто не исповедует Иисуса Христа Господа, не пытайтесь чему-то научиться вот таких людей. Это не источник истины. Даже если вокруг другие будут говорить, это же великая сила Божья. Помните? Потому что происходили чудеса. Люди поймались на чудеса. Дальше. Это могут быть лже-помазанники или лже-пороки. Первое – это безбожники. Второе – через кого могут совершаться чудеса. Лже-помазанники, лже-пороки. Матфея 24, 24. «Ибо восстанут лже-христы». Я сделаю паузу. Христос переводится «помазанник». Поэтому слово «лже-христы» не обязательно означает, что здесь во множественном, да? Мы знаем, ложный Христос один будет, да? Антихрист. Здесь лже-христы во множественном. Поэтому здесь означает, не обязательно люди будут говорить, «Я Христос». Христос означает «помазанник». То есть лже-помазанники придут и лже-пророки во множественном числе. И дадут великие, великие, не просто какую-то мелочь, великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, то есть обмануть, если возможно, избранных. Итак, великие. Смотрите, их Библия называет ложными. То есть они вообще ничего не имеют общего с настоящими. Это подделка. Люди – подделка. И Библия называет, что они дадут великие чудеса и знамения. Так что кто из вас думал, что такие чудеса происходят? Наверное, это фактор, что с ним Бог. Нет. Видите? И, разумеется, такие люди никогда не назовут себя лже. Такие люди всегда будут настаивать, что они Божьи слуги. Ну, конечно же. Это же очевидно. Потому кто говорит, но они же говорят вроде бы о Боге. Да, понятное дело. О ком они будут говорить? Они будут говорить, что они верят в Бога, конечно же. И что они Богу служат. Но как их отличить? Значит, если они не являются частью тела Христова, и тело Христова не знает этих людей, значит, они ничего общего не имеют с телом Христа и с христианством. Понятно? Потому что дадут великие чудеса и знамения, чтобы, если возможно, прельстить избранных. То есть, получается, чудеса и знамения и их знамя, их баннер. То есть, они будут этим, чтобы дадут, чтобы прельстить. Получается, они будут говорить, смотрите, мы настоящие, потому что через нас люди исцеляются. Мы настоящие, потому что, смотрите, у человека рука не изгибалась, теперь изгибается. Смотрите, у человека чудо произошло. У него деньги появились после того, что я сделал. То есть, это будет их баннером. То есть, они будут на это именно ставить ставку. Что, видите, чудеса происходят, мы настоящие. Но, если они не в теле Христа, запомните, человек не может быть телом Христа, не будучи в теле Христа. Потому что Духом Святым каждый уверовавший крестится в тело. Это 1 Коринфянам 12 глава. Христианин не может существовать априори без тела Христа. Его не существует, христианина, без тела Христова. Потому что Дух Святой крестит, погружая человека именно в тело. Они будут рассказывать все, что угодно. У них другое откровение. У них другая миссия. Бог их для другого призвал. Не верьте им. Не верьте им. Потому что христианин любит тело, будет в теле, и тело будет знать его. Я говорю за тело Христово, за Церковь Божью. Вот вам признак, как отличить людей. Следующая группа. Чем дальше в лес, тем, как говорят, все интереснее. Следующая группа, через кого также являются чудеса. Это могут быть верующие в Иисуса, внимание, но творящие беззаконие. Это все я вам объясняю, что вы могли распознать учителя, который сидит перед камерой и вам рассказывает, что вам нужно делать, и как вам нужно молиться, и за кем вам нужно идти, и куда деньги переводить. Матфея 7, 22. Это знакомое место, но не обращается на одну маленькую деталь. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не твоего ли имени мы порочествовали? Не твоим ли именем мы бесов изгоняли? Не твоим ли именем мы многие чудеса творили? И тогда 7, 22. Матфея 7, 22. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, здесь ключевой стих – беззаконие. Ну, кто эти люди? Вроде бы именем Иисуса это делают, да? Получается, их распознать сложно. Вот получается, в толпе он говорит, во имя Иисуса выйди, демон, и он выходит. Я пророчествую во имя Иисуса, но вроде бы правильно все. И другие чудеса. Под другими, я подразумеваю, также исцеление. Почему нет? Если чудеса во множественном числе. Любые чудеса. Вот, ну смотрите, получается, они во имя Иисуса действовали. Получается, их вот по этому фактору не распознаешь. Но Иисус подчеркивает – делающие беззаконие. Что это, что значит беззаконие? Это греческое слово аномеа. Творить беззаконие, зло, грех. Ага, теперь понятно, да, что значит делающие беззаконие. Получается, они во имя Иисуса делают. Они, получается, как будто бы с нами. Но они живут в грехе. Они, это вся глава выше, да. Там еще, начиная с 15 стиха по 23, написано, по плодам их узнаете, да. Дерево плохое, дерево доброе. То есть, получается, в жизни этих людей не исцеление, не чудеса, не пророчество. А в жизни этих людей присутствует зло, беззаконие или грех. Иисус сказал, вот, эти люди, он там называет их лжепророками. И вообще, это общий принцип, как он сказал, отличать правильных и неправильных. Дерево доброе или злое. Поэтому еще одна категория людей. Если вы видите человека, который учит, и в него происходит исцеление, пророчество. Именем моим бесове сгоняли. Они бесове сгоняют даже именем Иисуса. Но в их жизни есть беззаконие, зло, грех в их личной жизни. Знаете, вот эта категория. Ни в коем случае за ними не следуйте. Потому что Иисус сказал, я вас не знал никогда. Отойдите от меня. Получается, Иисусу противно, когда его последователи, они пользуются его именем, а живут беззаконии. Они используют его имя, а сами живут в грехе. То есть, не следуйте за ними. Объясню, почему. Вы скажете, ну можно же чему-то доброму научиться. Они все равно же как-то же исцеляют людей. Можно же какие-то у них принципы взять. Нельзя. Объясняю, почему. Если человек живет во зле, в грехе, в беззаконии, то в тех сферах, где он упал, где он согрешает, он никогда вам не скажет истины. Потому что его истина в этих сферах не освободила. Он живет в заблуждении. Он никогда вам не скажет правду в этой сфере. Он вас обманет в этой сфере. Например, если он слабый на алкоголь, вот он там напивается и потом, не знаю, в блуд идет, у него не будет дерзновения вам говорить иначе. Он будет говорить это преломленно. Он будет говорить, ну, вы знаете, не все так однозначно. Есть разные истории. Бог по-разному смотрит. То есть это будет не истина. Это будет преломлено. Потому что этот человек сам в рабстве. Он сам не освободился. Потому несвободный человек, живущий в грехе, использующий имя Иисуса, он вас не может в полную истину ввести. Потому что он сам не освободился. И последняя, четвертая категория. Чем дальше, тем еще интереснее. Верующие, попавшие в обольщение. Верующие. Нормальные, но попавшие в обольщение. Первая Тимофея 4.1. Дух же ясно говорит. То есть Дух Святой. Что в последние времена. Давайте я перефразирую. В наши времена. Потому что мы явно живем в последние времена. Что творится сейчас. В последние времена отступят некоторые от веры. Ну, слава Богу, хоть некоторые. Они все. Отступят от веры. То есть получается, изначально они будут верующими. Вот в чем проблема. Это не люди, которые, знаете, появились ниоткуда. Никто и ничто. Отступят от веры. Получается, они изначально нормально будут идти. Нормально будут служить. Все у них будет хорошо. Все они будут делать по Библии. Но отступят от веры. Почему? Внимая Духом обольстителям и учением бесовским. Они отступят от правильного пути. Вот именно внимая, кому уже получается, нечистым духом и учением бесовским. И учение – это множественное число. Я думаю, там намного больше, чем то, что описано в третьем стихе. Итак, две важные детали. Библия указывает на факт влияния нечистых духов на обольстившихся верующих. Если, внимание, если человек пророчествует, исцеляет, изгоняет демонов, творит чудеса. И, внимание, он это основывает исключительно на Слове Божьем, как это делал Иисус, как это делали ученики, как это написано в Библии, то этот человек правильно учит. А если человек сказал, что он имеет откровение, сны о каких-то странных вещах, которые не описаны в Библии, и поэтому люди стали больше исцеляться, исцеляться, освобождаться. Вот это тот случай обольщения. Я скажу здесь очень прямо, я специально не хочу, знаете, никого дискредитировать, но жертвы Иисуса Христа достаточно на все века и народы, чтобы исцелять людей. Слово Божье и силы Божьей достаточно, чтобы люди исцелялись, освобождались, приходили ко Христу. Ну, Писания достаточно. И когда я слышу сейчас, в последние времена, как люди, какие-то квантовые поля, вибрации, частоты, матрицы Бога, все что угодно, они вытаскивают с мира. И проповедуют это из-за кафедры. И люди какие-то исцеляются, освобождаются, какие-то там вещи сверхъестественные происходят. Знаете, у меня такая ревность. Неужели жертвы Иисуса Христа недостаточно, что нужно просто идти в мир и брать это у них, затаскивать это в церковь, и это обольщение переносить на церковь. Если церковь, она должна держаться Слово Божьего, она должна держаться истины, она должна держаться христианских ценностей, которые больше двух тысяч лет церковь внесла и держала их как столб и утверждение истины. Я завершаю вот чем. Давайте поднимемся вместе. Друзья, я понимаю, что для каких-то ученых, которые без Бога, для них это нормально, что они какие-то матрицы открыли, кванты открыли, вибрации. Они ученые, они ковыряются. Для безбожников это нормально. У них есть внутри какой-то, знаете, поиск Бога. Они ищут. И они пытаются найти что-то в вибрациях, в спектрах, еще где-то. Найти какую-то силу, взаимодействовать с ней. Потому что они ищут. То есть они говорят, что они правы, но они ищут, для них нормально. Но для познавших истину, рожденных от Слова Божьего, от Духа Святого, принявших Христа, у которых есть истина, есть единственный источник истины, библейское, это Слово Божье. Ни в коем случае нельзя опускаться до уровня мирских людей, следовать за квантами, за полями, за всеми и так далее, и так далее. Потому что это не библейское, и оно приведет к плохим последствиям. Вот увидите. Потому что сатана этим людей отводит от истины. Только истина делает свободным. Сатана готов держать целые толпы, тысячи, сотни людей в заблуждении. Пусть они что угодно там играются с квантами, с потоками, с кристаллами, с лучами, с вибрациями. Только бы не познали живого Бога. Только бы не познали Слово. Только бы не воспользовались жертвой Иисуса Христа. Только бы подальше от церкви. Поэтому на самом деле все намного хуже и печальнее, чем это кажется. И последнее. Я тоже, знаете, очень хочу, чтобы было больше исцелений. Чтобы было больше освобождений. И я тоже слышал об этих всех, то, что там рассказал. И о квантах, и матрицах Бога, и обо всем. Я тоже любознательный. Я тоже и там, и там посматриваю, смотрю, почитываю. И мне что-то присылают. И я с пасторами общаюсь. Они мне делятся тайком. Они и того служителя, мне и того называют. Все это знаю, все и вижу. Но я вам скажу, я длительное время уединялся по этому поводу. Номер один, цель моего уединения вот этого, 7 месяцев. Это найти ответ. Как мы можем видеть больше исцеленных людей. Больше освобожденных людей. И я вам скажу, мне тоже в голову приходили эти мысли. Может быть, я что-то не разбираюсь в квантах. Может быть, мне нужно что-то с вибрациями там позаниматься. Может, мне нужно матрицу Бога изучить. Может, мне нужно еще что-то куда-то влезть. И знаете, и Господь мне показал, насколько эти глубины, они уводят от Бога. И Господь дал ответ, куда смотреть? На божественное исцеление. На Библию. На истину. 7 месяцев моих поисков перевели меня к тому, что Бог говорит, Слово. Держи Слово. Прибывай в Слове. Там ответ. Там сила. Проповедуй Слово. Меньше человеческого. Меньше земного. Меньше своих опытов. Слово. Учи людей Слову. Веди к Слову. Пусть истина остается истиной. Вот, что я вам хотел сказать. Потому я рад, куда меня Бог привел. Ни к вантам, ни к вибрациям, ни еще куда-то, ни на третью планету. Бог меня возвратил к Слову. Это не то, что я уходил из Слова. Но я спросил, чтобы видеть больше. Чтобы видеть больше освобождений. Что? Он говорит, Слово. И не просто Слово. Божественное исцеление. У меня прям внутри. Знаете, как загрузить откровение. Изучай. Божественное исцеление. Все. Я как занырнул туда. И я там сейчас купаюсь. Как в бассейне. Я понял. Вот это нам нужно. Божественное исцеление. Ходить в божественном здоровье. Пережить божественное исцеление. И ходить в божественном здоровье. И это невозможно сделать при помощи квантов. Только Слово Божье. Чистое Слово Божье. Чистая истина. Следование истине Слово Божье. Если бы вы знали, как мне печально. Мне прислали одно видео. Где я видел демонстрацию того, что сейчас происходит. От человека, которого я знаю лично. Я перестал общаться с ним. Потому что он уже в обольщении. Он уже не слышит этого. И как мне обидно, что столько людей. Они падки на это. Не могут разлететь, что это подделка. Вот что жалко. Потому что они же пострадают. Всяких, кто уходит от истины. И от Слова Божьего пострадает.